МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Откуда вирус? Инспекторы Россельхознадзора выясняют причины появления в Самарской области птичьего гриппа. Читаем Толстого вместе. Сегодня СамарГИ запускает новый проект. Жизнь в кадрах. Самарский фотограф отметил юбилей персональной выставкой. Инспекторы Самарского Россельхознадзора выясняют, как птичий грипп пораник в наш регион. Очаг болезни зафиксировали в двух подворьях поселка Красная Горка Челновершинского района. Там погибли более десятка кур. После подтверждения диагноза от ветеринарной лаборатории были уничтожены все пернатые домашние животные в поселке. Всего более 400 птиц. Это обязательная мера, чтобы остановить распространение вируса. В помещениях провели дезинфекцию. Государственная ветеринарная служба и Управление Россельхознадзора более склонны, что все-таки эта зараза пришла у нас с Татарстана. Потому что на территории соседних районов, это Нурладский и Лаишевский, официально зарегистрирована недавно только вспышка вируса гриппа. Сейчас распространение вируса остановлено. При благоприятном прогнозе карантин будет снять через три недели. И еще три месяца будет запрещено вывозить птицу из зараженных поселков. Дыша духами и туманами. Совсем скоро Самара заблагухает цветочными ароматами и расцветет яркими красками. В городе работает программа «Цветущая Самара». Городские власти украшают улицы и привлекают к этому бизнесменов и обычных горожан. Каждый может украсить территорию цветами. О том, как самарцы стали садовниками, расскажет Марина Матвейшина. Цветочное царство в одном отдельно взятом дворе. Вера Родионова начала создавать его, как только переехала в этот дом более десяти лет назад. Тогда в дворе было много садовой мальвы, которая росла сама по себе. Но хотелось чего-то более стильного и изысканного. Такого, что удивило бы всех – и жителей дома, и прохожих. В основном многолетники. Сажаю многолетники, потому что с ними проще в уходе. Они не требуют таких трудозатрат. И очень благодарные цветы. Пионы, ирисы, бадан, гехера, футуи у нас есть. Рябинник. Просто красиво в городе. Красиво около своего подъезда. Даже люди проходят и говорят, у вас лучший подъезд. Цветочных дел мастерам «Зеленый свет». В городе реализуется программа «Цветущая Самара». С каждым годом газонов и клумб становится все больше. В этом году яркие и ароматные площади увеличатся на треть. Каждому, кто поддержит почин, власти готовы помочь. Да и сами не отстают. Главы районов рассказывают на общегородском совещании, где и в каких количествах расцветут самарские улицы. Зиму сродили кельпаны. Соответственно, кельпаны зашли. Очень хорошая порода. Сейчас кельпаны поменяли уже на летники полностью на всей территории. В районах идет совместная работа с предпринимателями. Владельцы кафе, магазинов, парикмахерских обустраивают входные группы. Украшают цветами крыльцо, двери и балконы. Это и потенциальных клиентов привлекает, и глаз радует. Но мэр Самары напоминает – посадить цветы мало. Надо за ними и ухаживать. Были такие факты, когда предприниматели высаживают цветы, но уходы не обеспечивают. И кое-где эти вазы превращались и в пепельницы, по большому счету, и цветы там засыхали. Поэтому здесь нужно вести работу и подсказывать предпринимателям о необходимости поддержания благоприятного, благопристойного вида. А задача на будущее – чтобы весь город стал цветущим. И в каждом дворе были свои мастера-садовники, способные создавать красоту, которая, по слову известного классика, спасет мир. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. «Читаем Толстого вместе» – Самара Гиз запускает новый проект. В год столетия революции в городе, где каждая улица Старого Центра буквально дышит историей, где жил и творил писатель Алексей Толстой, все сошлось к тому, чтобы познакомить самарцев с Золотым фондом отечественной литературы. Сегодня выходит первый выпуск программы «Читаем Толстого». Подробнее о новом проекте расскажет Олеся Корецкая. Новый проект «Самара Гиз» захватил всех. Толстого читают артисты театра, музыканты, художники, политики, журналисты, экономисты, бизнесмены и все самарцы. Солдаты, я поздравляю вас! Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратора. Знаменитая трилогия «Хождение по мукам» знакома почти каждому. В ней осмысливается опыт революции и гражданской войны. События 100-летней давности продолжают волновать и по сей день. Тем более, что действия происходят и в революционной Самаре в том числе. Крик стоял по всей площади. Казалось, еще немного, и весь ряд извозчиков налетит на вокзал. Город, казалось, крепко спал. И бой, беготня, крики только приснились. Знакомый, едва заметный запах изумительных духов исходил от всех этих невинных вещей. Читаем Толстого под руководством историка, литературы веда и ведущего телеканала «Самара ГИС» Михаила Перепелкина. Ну, подумать же, и сестры, это за границей писалось, но это же перерабатывало. Михаил Анатольевич уверен, перечитывание самарских страниц романа позволит и участникам этой акции, и зрителям почувствовать себя внутри событий начала 20 века. Революция осталась в прошлом, но революция продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не подведены все ее итоги. Нам, разумеется, их тоже не подвести, но мы попробуем сделать то, что в наших силах, посмотреть на революционные события изнутри них самих. Неторопливое, вдумчивое чтение выглядит необычно на фоне современного ритма жизни с его информационным водоворотом и постоянным отсутствием времени. А время начала трансляции во сколько? Вот 5 июня показывают одного человека. Ну, то есть вот мы с вами сейчас запишемся, пять человек. В понедельник будет один, во вторник – второй. И так каждый день, начиная с сегодня, 5 июня, а каждую пятницу – большой выпуск в 18.30. Олеся Корецкая, событие. Вперед к лету и теплу. 450 самарских детей отправились в детский оздоровительный комплекс «Дружба» в Краснодарском крае. На вокзале друг с другом они делились впечатлениями, своими ожиданиями и планами на отдых. К морю и новым друзьям ребят провожал наш корреспондент. Воспитанники детского центра «Единство» располагаются в своих купе и с нетерпением ждут отправки поезда. Впереди три недели веселых приключений на море. И ребята всегда ожидают отличного отдыха. Дети с радостью, когда узнали, что они едут на море, а именно в Сочи, очень позитивно приняли это все. И с радостью просто собирали вещи, собирались. У них большие планы – искупаться в море, побывать на солнышке, чтобы было много впечатлений. Ну, как-то и расшить кругозор, наверное, детям. Отдыхать к Черноморским берегам едут 450 ребят – детей из малообеспеченных и многодетных семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А также воспитанники центра в помощи детям, оставшимся без попечения родителей. А едут они на специальном составе. Для комфортной дороги ребят окружили всеми удобствами. Все вагоны последних лет постройки оборудованы системами кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Кроме этого, оборудованы спутниковой связью и поездной радиоустановкой. Самарские дети за пределами области организованно отдыхают с 2010 года. Приоритетными местами отдыха являются лагеря на Черноморском побережье. В этом году ребята впервые поедут в комплекс «Дружба» в Лазаревском районе города Сочи. Лагерь «Дружба», который не просто примет наших детей гостеприимно, но еще организаторы с Краснодарского края пошли нам на очень большие, так сказать, партнерские бонусы, будем так называть. И наши дети, которые приедут в Туапсе, они будут потом со станции Туапсе, организованной электричкой «Ласточка» отправлены на ту станцию, которая близко к лагерю. Путевку в детский оздоровительный комплекс «Дружба» получили ребята в возрасте от 7 до 14 лет, имеющие успехи в учебе, спорте, творчестве и иных видах деятельности. Для всех путевки бесплатные. Отдохнувшие ребята в Самару вернутся 24 июня. Марина Матвеевшина, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре разыскивают 12-летнюю школьницу. Сегодня полицейские добровольцы отправились на поиски пропавшей Дарьи Тарасовой. В пятницу, 2 июня, девочка вышла из дома в селе Яблоневый овраг Волжского района и до сих пор не вернулась. Последний раз ее видели на берегу реки Чапаевка. В день исчезновения на Дарье были черные короткие шорты, розовый купальник. Приметы. Рост около 160 сантиметров. Телосложение худощавое. Волосы темно-русые длинные. Глаза голубые. Все, кто располагает информацией, просьба позвонить по телефону, который вы видите на экране, или по номеру 02. Хотел повторить и был пойман. Полицейские Новокуйбышевска задержали жителя поселка Александровка, укравшего продукты в одном из супермаркетов города. Сумма ущерба составила почти 9 тысяч рублей. Через несколько дней после первой кражи воришка снова вернулся в тот же магазин, где его узнал сотрудник супермаркета. Он сразу же вызвал полицию. 33-летнего подозреваемого доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Задержан за незаконный промысел. Сотрудники ДПС задержали 37-летнего жителя города, который незаконно ловил рыбу в местах нереста на озере Гатное в Куйбышевском районе. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили резиновую лодку, рыболовную сеть длиной 100 метров и улов 50 рыб. Возбуждено уголовное дело по статье незаконная добыча водных ресурсов. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и незаконный оборот наркотиков. Следствие продолжается. Фестиваль «Волга-фест» пройдет 11 и 12 июня на второй очереди набережной реки Волга. Работа большинства площадок продлится с 12 до 20 часов. Будет установлено две сцены непосредственно на набережной и на пляже. В рамках музыкальной программы на сцену выйдут более 20 коллективов из Самары и других городов. На Волге пройдет парад необычных судов. 12 июня подарком для самарцев станет выступление знаменитой российской рок-группы «Ума Турман», после чего гостей праздника ждет фейерверк. В Самарской области потеплее до 22 градусов. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. В ночь на 6 июня также ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Столбик термометра опустится до 6 градусов. Днем в области ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла. По сведениям Гидрометцентра России, в первой декаде июня средняя температура воздуха ожидается на 1 градус ниже средних многолетних значений. Жизнь в кадрах. Самарский фотограф Сергей Баранов отметил свое 70-летие персональной выставкой в галерее «Вавилон». Посетителям открылись кадры, которые долгое время были неизданными. Юбиляры поздравил Андрей Горгуленко. Сергей Баранов с фотоаппаратом давно на «ты». За плечами больше 40 лет работы фотокорреспондентом. И с каждым годом Сергей все больше укреплялся во мнении. Фотография – особое искусство. Фотография – это как бы отражение нашей жизни всей. Вот то, что мы имеем. Там есть вот город, какой был в 75-м году, там есть улица Фрунзе, каток, асфальт кладут. И сейчас как город преображается. Вот есть это отражение, чтобы народ видел то, что было и что становится сейчас. Персональную выставку, посвященную своему 70-летию, Сергей презентовал в галерее «Вавилон» не случайно. Мастер давно дружит с галереей и часто фотографирует их экспозиции. 18 лет галереи. С первого дня мы попали в объектив нашего любимого фотографа Сергея Баранова. Это не просто какие-то отношения, это теплая такая нежная дружба. И вот сегодня впервые Сергей выставляется в этой галерее. Люди, города, сюжеты, целые истории и жанровые работы. Снимки поражают своим разнообразием. Все они выглядят живо и естественно. Именно искренностью кадры восхищаются посетители. Много таких интересных моментов. Через лужу прыгает и так узнаешься нашей действительности. Он так озабочен, чтобы не попасть в лужу. Глаза горят. Замечательная работа. Сейчас продолжусь с удовольствием осмотром. Фото-выставка в галерее будет радовать гостей еще две недели. Но не исключено, что при большом интересе выставку продлят. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Много зелени, малой рекламы. На Солнечной демонтировали незаконные рекламные щиты. На улице холодно, зато в цирке жарко. Экзотических животных в Самару привез королевский цирк. Все на футбол. В Самаре стартовал турнир «Кожаный мяч». На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»